Школа имени Алтая Усмонова, номер 38, в селе Караджигач, в которой учатся 157 учеников, была построена еще в 60-х годах методом Ашара. Обвешалое здание школы было признано негодным в 2014 году. В целях безопасности было вынесено решение, что дети не смогут далее здесь получать образование. Несмотря на это, процесс обучения в аварийной школе был продолжен. 30 марта из-за проливных дождей в одном из классов обрушился потолок. Это не первый раз, когда обрушивается крыша или стены здания. К счастью, когда крыша в очередной раз не выдержала нагрузки, дети были на каникулах. Мы начали онлайн-обучение со 2 апреля. Однако родители в селе выступили против дистанционного обучения и обратились к Акиму района и главе области. По поручению полномочного представителя правительства в селе были развернуты 8 палаток для того, чтобы дети смогли продолжить получать знания. «Родители против онлайн-обучения. У нас очень часто отключают свет. Сотовая связь слабая. Любые погодные изменения напрямую влияют на цифровой приём сигнала. И дети не могут смотреть уроки по телевизору. Мы требуем, чтобы наши дети учились в традиционном формате, пусть даже всего несколько дней в неделю». «До конца учебного года осталось всего полтора месяца. И мы хотим, чтобы наши дети продолжили оффлайн-обучение. Особенно это важно для выпускных классов, ведь они должны поступить в университет. Они обучаются дистанционно уже на протяжении года. Уровень образования критически снизился. Поэтому мы за то, чтобы дети обучались в традиционном формате, пусть даже в палатках». Чтобы обсудить условия продолжения обучения детей, местные власти с представителями управления образования организовали встречу с жителями. Однако районная санитарно-эпидемиологическая служба запретила палаточное обучение, потому как эти условия не соответствуют санитарным нормам. «Сегодня даже в современных школах не полностью соблюдаются санитарные нормы, не говоря уже о палатках. Когда дети приходят в школу, они должны в обязательном порядке мыть руки, дезинфицировать поверхности. Одно из самых простых требований – отсутствие чистой воды. Так что мы не даем разрешения преподавать в палатке». Мы поговорили с местными жителями и договорились об обучении онлайн. Однако есть одно требование со стороны родителей – чтобы девятые и одиннадцатые классы учились в традиционном формате. Мы решили рассмотреть возможность обучения выпускных классов в здании школы-интерната в районе или в другой школе нашего села». Жители села Караджигач призвали ускорить строительство новой современной школы. По данным местных властей, разрабатывается проект здания стоимостью 68 миллионов сомов. Земельный вопрос уже решен.